здравствуйте друзья ну и провожу такой небольшой эксперимент с пивом сварил я пиво по рецепту вот такому вот карамельный 50 литров килограмм карамалт 1 килограмм овсянки 5 килограмм базового светлого или солода паузы по полчаса ну вот так вот как то так и эксперимент заключается в том то что я разлил это пиво по двум бочонкам 20 сколько тут вышло но оба по 23 литра грубо говоря чуть-чуть больше то есть в итоге у меня сварилась 46 минус 4 литра и сбраживал я это на двух разных типах дрожжей эти дрожжи это nottingham ские ну вот который я использую в основном фирмы данстар или фирма еще как-то там называлась ну тут у меня наклейками заклеена не видно и вторая второй вид дрожжей это винсдор тоже фирмы данстар той же самой фирмы производителя только другие дрожжи они на английский или то есть тут даже мне бы перевернуть камеру так вот british style beer но тингемские да блин надо принести посмотреть а на тингемские просто или вы и дрожжи вот чем мне нравится на тингемский ну во первых своим вкусом и так скажем вкусом того или который получается вторых они сбраживают высокий алкоголь то есть кто у меня частенько заказывают пиво друзья и периодически заказывают с высоким алкоголем ну например 9 процентов вот и вот я их использую они сбраживают очень хорошо что еще мне нравится разная температура работы что немаловажно то есть как там для лагерных дрожжей нужна низкая температура где-то 16 14 16 градусов то вот эти дрожжи тоже будут работать при этой температуре и тоже будут сбраживать все очень хорошо пробовал дело ставим ну как то сказать на лагеризацию но солевыми дрожжами вот но в итоге они мне нравятся я их в основном заказываю я в основном их использую вот эти заказал одну пачку чисто попробовать в чем разница вот и так пиво нас варилась 28 июля плотность у нас 1032 по гидрометру или 9 брикс тут то же самое все то же самое первый замер я делал 2 августа вот эти были 1 0 1 0 или 5 брикс вот эти 2 августа были 1 0 1 4 или 5 и 5 брикс давайте посмотрим что нам покажет сегодня сегодня у нас девятое число 9 августа вот ну и измеряем есть рефрактометр и есть гидрометр или ареометр да неважно короче берем и и и и взвешиваем что и сколько и как и так друзья сунули трубочку но давайте начнем с на тенгем ских трубочку и наберем в нашу колбочку немножко или грамм сто так я думаю этого нам хватит еще заодно и дегустацию проведем и так друзья что у нас что у нас показывает гидрометр ну ка 0 0 процентов но что я могу сказать данные не изменились то есть пиво сбродила и она сбродила до 1010 1 010 камон фокус вот он вот давайте посмотрим что покажет наш рефрактометр ну и вот такие вот данные рефрактометра 5 буху подвигать столько не могу ну что делаем дегустационный тест это сейчас тоже мыться надо отправить шланг уже моется мне просто чтоб на пол не накапать это жена потом выскажет все да кстати вот по цвету ну такой золотистый ой ну вкусняшка вкусняшка ну по вкусу вкусный ну я как уже сказал мне вот это вот дело нравится и так все у нас помыто все у нас все у нас сделано как надо набираем сейчас пена нальется данные плохо будут читаться но по цвету похожи по цвету очень похожи ну так смотрим что у нас за много за много налили надо отпить опять за много ну вот такой вот результат то есть второго числа все уже было сброжено и по идее можно было разливать по бутылку ну или ставить на вторичную на вторичное брожение добавлять сухой хмель кто как кому нравится ну и давайте сделаем раз два две капельки на приборную стекло нашего встать надо на свет показать все еще найти где там данные но это чутку больше сбродила я смотрю доброе дело было пять и пять сейчас пять и два вот так вот до бродила до бродила наше пиво с дрожжами винсдор ну ка что на вкус а на вкус я могу ответить точно это вкусно и еще еще вкусно но по вкусу отличается вот это на тингемские более ну если можно так сухое сказать тут немножко послаще вкусно что еще сказать что еще добавить ну вот такой вот эксперимент пиво отличается действительно вот по вкусу но отличается но что я хочу сказать что эти дрожжи достойные и получается вкусное пиво что эти дрожжи тоже достойные и получается вкусное пиво вот ну теперь будет еще один штамм дрожжей который можно будет пробовать да нечего добавить делайте делайте свое пиво наварите это не сложно это не трудно можно сварить и в кастрюле не обязательно 50 литров можно из 5 начать но это совсем не это совсем другое пиво то что продается в магазинах не то там там ерунда это вкуснее вот ну ладно друзья буду прощаться и до новых встреч всем спасибо всем пока пока